Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За это время в регионе благодаря нацпроекту образования построено 10 новых школ и еще два объекта полностью реконструировано. В ближайшие годы планируется возвести еще 6 учреждений более чем на 5,5 тысяч мест. Существенные изменения произошли и в системе дошкольного образования. За последние 5 лет в регионе построено, реконструировано и отремонтировано 54 детских сада, половина из которых с ясельными группами. Руководителем управления ЗАГС Самарской области назначена Екатерина Мельник. Она рассказала, что была проведена цифровка всех фондов, находившихся на хранении в органах ЗАГС региона. Самарская область вошла в десятку субъектов страны, которые одними из первых выполнили эту задачу. На должности министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области губернатор назначил Николая Абашина. Он возглавляет ведомство с 2018 года. Аграрии региона в этом сезоне собрали 2 миллиона 600 тысяч тонн зерна при средней урожайности 23,5 центнера с одного гектара. Собранные в текущем году урожаи зерновых полностью покрывают потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне. Из-за пришедшего в город циклона все профильные службы Самары переведены в режим повышенной готовности. Об этом на еженедельном совещании в мэрии сообщил первый заместитель главы Алексей Веселов. По данным Приволжского УГМС, начиная с понедельника 20 ноября в столице региона будет значительное усиление снежных осадков и ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Возможен гололед. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу коммунальным и службам благоустройства работать в соответствии с изменением погодных условий, а руководителям районов контролировать работу обслуживающих организаций на своих территориях. Прежде всего поручено обеспечить уборку и обработку противогололедными материалами дорог и тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов и подъездов к социальным учреждениям. На сложных участках автотрасс, на спусках и подъемах уже установили 93 ящика с песчано-соляной смесью, которые автомобилисты и водители общественного транспорта могут воспользоваться самостоятельно. Как правило, при внесении противогололедных материалов подрядчики используют как многофункциональные комбинированные дорожные машины, так и малогабаритную технику. На отдельных локациях незаменим ручной труд. Поступило информационное сообщение об ухудшении погодных условий Привовского ГМС. Сейчас эта информация доведена уже до всех служб внутри городских районов. Все службы готовы у нас к таким погодным условиям. Техника готова, люди готовы, противогололедные материалы тоже готовы. Наличие техники, людей и всех средств у города имеется. Во время зимнего содержания всех городских территорий в этом сезоне планируют задействовать 738 единиц техники. При этом 412 машин – это собственная техника, 326 единиц – привлеченная. Все автомобили в основном массиве переоборудованы для работы по зимнему регламенту. В период больших снегопадов, как и в предыдущие годы, в рамках договорных отношений будут привлекать дополнительно самосвальную технику и погрузчики сторонних организаций. В частности, муниципальное предприятие благоустройства уже заключило три договора на предоставление специальной техники и оказание транспортных услуг для перевозки снега. Планируется заключить еще один договор. Для улучшения условий труда и снижения транспортных издержек в сентябре 2023 предприятие также приобрело четыре автомобиля для доставки сотрудников на вахты к местам производства работ. Для очистки и обработки дорог в одном из самых больших районов города – Кировском – организация, занимающаяся содержанием уличнодорожной сети, приобретает еще пять единиц техники. Специалисты подчеркивают, весь имеющийся технический парк исправен. В дневную смену на проезжей части и тротуарах работают 126 единиц техники и 217 уборщиков территорий. В Самаре разрабатывают уникальный продукт для детской кардиохирургии, аналогов которого нет в мире. Студент шестого курса медицинского университета Шамиль Гайсин реализует научный проект по созданию бионического клапана сердца. Он будет изготавливаться индивидуально по данным 3D-сканирования, а после имплантации встраиваться в сердце, вырастая и трансформируясь вместе с организмом пациента. Это позволит спасти жизни сотням тысяч малышей с пороками сердца и сократить количество операций по его последующей замене. В чем уникальность разработки, выяснила Ольга Павлова. И вот эти сокращающиеся структуры со створками – это и есть не что, но и как сердечные клапаны. В данном случае это предсветно-желудочные клапаны. Сердце пациента, которого осматривает врач-хирург и научный сотрудник Самарского медуниверситета Денис Алексеев, бьется спокойно и работает чисто. А это значит, что он абсолютно здоров и не нуждается в операционном вмешательстве и других процедурах, связанных с нарушениями работы самого главного органа в организме человека. Но статистика неумолима. В мире ежегодно рождаются около полутора миллионов детей с врожденными пороками сердца. Лечение данной патологии заключается в хирургической замене поврежденного клапана сердца на искусственный или заготовленный донорский. Причем операции по мере взросления пациентов приходится делать несколько, то и дело подбирая клапаны по размеру. Чтобы минимизировать их число и сделать жизнь малышей комфортной, студент шестого курса Института педиатрии Самарского медуниверситета Шамиль Гайсин начал разработку бионического клапана сердца. Он будет изготавливаться индивидуально по данным 3D-сканирования и после имплантации встраиваться в сердце, вырастая вместе с пациентом. Не требуется повторной операции для замены клапана на новый, на подходящий по размеру из-за растущего клапана. Также отсутствие иммунных реакций, так как используются биопрепараты, биополимеры, которые не вызывают цитотоксичности, не вызывают иммунных реакций со стороны организма. Для начала это будет высокотехнологичная помощь, а по мере развития технологий и удешевления производства это может быть включено в ОМС. Все это позволит радикально решить проблему замены искусственного клапана по мере роста организма маленьких пациентов. Ведь сегодня самый существенный недостаток зарубежных искусственных протезов – необходимость поэтапной замены на аналогичный, но большего размера. Специалисты отмечают, проекту, аналогов которому нет в мире, предстоит большой путь. Он включает работу с 3D-моделями, селекцию биоматериалов, отработку технических процессов, изготовление прототипов и шаблонных конструкций. Также научные сотрудники проведут доклинические исследования с использованием живых клеток и лабораторных животных. Данные материалы, будучи помещенными в организм, с течением времени резервируются и замещаются собственными. В данном случае сердечный клапан состоит из соединительной ткани. Мы будем использовать материалы на основе коллагена для того, чтобы создать биоаналог клапана сердца. И будучи помещенными в организм на этапе исследований лабораторных животных, он будет постепенно рассасываться и замещаться в соединительной тканью организма лабораторного животного. Подобное исследование традиционно требует серьезных вложений. Поэтому автор проекта Шамиль Гайсин представил его на конкурс в ряд профильных грантовых программ федерального уровня. В изготовлении клапанов планируют использовать исключительно отечественные биоматериалы, технологии и промышленные мощности. Специалисты надеются, что подобные высокотехнологичные бионические продукты начнут производиться на базе Самарского медуниверситета с последующей имплантацией пациентам в клиниках вуза и других лечебных учреждениях. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. В Самаре подвели итоги муниципального этапа акции «Народное признание». О том, как прошла церемония награждения лауреатов и когда можно будет проголосовать за кандидатов, вышедших в областной этап, расскажет Галина Топилина. Житель Самары Елена Гуляева живет музыкой. Она преподает фольклор в музыкальной школе и руководит народным ансамблем в ДК. Рассказывает, уже 20 лет песни, написанные ей в студенческие годы, исполняют народные коллективы по всей стране. В этом году ученики и почитатели таланта Елены предложили ей принять участие в акции «Народное признание». В номинации «Признание и уважение» Елена Гуляева вышла на областной этап конкурса. «Для меня это очень почетно. Даже не важно, смогу я победить уже, скажем так, в финальном этапе или нет. Но одно то, что уже оказаться среди таких почетных жителей нашей Самарской области, это уже большая честь для меня. Это очень достойно. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех жителей нашего Куйбышевского района за то, что предоставили мне такую возможность, поддержали меня». По словам организаторов муниципального этапа акции «Народное признание» в Куйбышевском районе Самары, в голосовании принял участие каждый пятый житель района. Таким и должно быть «Народное признание». «Все идет исключительно от инициативы людей. Это инициативные группы какие-то выходят, организации, которые предлагают действительно заслуженных людей. То есть есть первоначальный фильтр, скажем так, в том сообществе, откуда человек выходит. Там определяют, достойный, недостойный человек. А дальше уже всеобщее голосование, как я сказал, уже 16 тысяч у нас в районе проголосовали. Поэтому те люди, которые стали победителями, они стали победителями абсолютно заслуженно. Действительно, воля народа». Сейчас идет голосование на областном этапе акции «Народное признание». Жители региона могут отдать свой голос за достойного, по их мнению, кандидата. Всего в акции 6 номинаций. «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени», «Единство и успех». Голосование продлится до 30 ноября. «Народное признание» – это когда слова благодарности говорит не руководитель, а оценивает народ, жители. Ведь голосуют все от мала до велика. Это еще одна награда в копилку достижений каждого человека. Потому что можно прийти домой, можно эту грамоту потом показать своим детям, чтобы дети гордились. Ведь хочется быть примером в своей семье». Итоги областной акции «Народное признание» подведут в январе. Тогда же пройдет награждение победителей. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В Самаре отметили 96 лет со дня рождения Ильдара Рязанова. В честь этого события музей, посвященный метро и кинематографии, порадовал самарцев и гостей города необычной программой. Весь день доступ к экспозиции был свободным. Для гостей подготовили лекцию об Ильдаре Рязанове как о поэте. Также посетители ждали викторина и подарки. Наша съемочная группа вместе с гостями отметила день рождения метро-кино. Все, что было веселого на душе, Ильдар Рязанов вкладывал в кино. А все грустное складывал в рифму. В качестве поэта кинорежиссер практически не раскрыт поклонникам его кинокартин. Но от этого произведения не менее известны. В соавторстве со своим другом Эмилем Брагинским Рязанов писал сценарии, пьесы и повести, которые воплотились на кино и телеэкранах, на сценах театров и в виде книг. В том числе это повести, названия которых известны нам по одноименным картинам. «Берегись автомобиля», «Старики», «Разбойники», «Ирония судьбы» или «С легким паром». В день рождения Эльдара Рязанова служители его музея приготовили гостям особый подарок – лекцию о кинрежиссере как о поэте. На самом деле очень много интересных историй, связанных со стихами. Начиная с того, что как Рязанов начал писать стихи, это было еще в эвакуации в Нижнем Тагиле, куда он приехал из Куйбышева прямиком, и показывал в 44-м году свои стихи еще Константину Симонову. Но стихи-то какие были у подростка? Они были сделаны, так скажем, под других поэтов – под Майковского, Есенина, под Мэтров. И Симонов ему так мягко-то и сказал, что авторского звучания не хватает, вам еще трудиться-трудиться, молодой человек. Еще одним подарком гостям от сотрудников музея стала экспозиция портретов Эльдара Рязанова 1982 года создания. Ранее эти работы не видел никто, они не были частью выставки. Этот портрет нам подарила Светлана Крючкова, народная артистка, одна из актрис его фильма «Старые клячи». Кроме того, сегодня мы выставили для наших гостей портрет постоянного соавтора Эльдара Александровича Эмилия Брагинского, с автора сценариев. Этот портрет передан музею и создан сыном Эмилия Брагинского, Виктором Эмилиевичем Брагинским, народным художником России. На весь день музей организовал свободный доступ для посетителей. Можно было подробно изучить экспозицию, послушать стихи Эльдара Рязанова через трубку зеленого телефона – одного из артефактов выставки. Экспозиция очень интересная, самая запоминающая комната там, где он жил. Очень хорошее впечатление, доброго, замечательного человека, великого режиссера. «В Самаре бывал уже раз в шесть, и каждый год, когда я приезжаю, я всегда сюда захожу, потому что это мой самый любимый и самый такой человек, который резал. Я все фильмы его просматриваю, и каждый год, и каждый день я рад его, эти фильмы, видеть, потому что они, во-первых, поучительные и какие-то душевные». Еще одной изюминкой программы стала викторина. Гости отвечали на каверзные вопросы сотрудников музея о жизни и фильмографии Эльдара Александровича, и за правильные ответы получали памятные подарки. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В художественном музее открылась выставка самарского архитектора Юрия Харитонова. Это эскизы, живопись и фотоизображения зданий, спроектированных мастером. О том, как создавалась современная Самара и к появлению каких объектов города имеет прямое отношение Юрий Харитонов, узнала Галина Топилина. Юрий Харитонов в юные годы увлекался живописью и видел себя именно в этом направлении. Но в какой-то момент понял, что именно архитектура его призвание. За 50 лет он спроектировал и гражданские здания, и религиозные строения. Храм Георгия Победоносца на площади Славы в Самаре появился за три года. Проектирование и строительство этого объекта велось одновременно. Юрий Харитонов вспоминает, загнать творческий процесс в жесткие временные рамки было непросто. Особенно, когда сегодня ты проектируешь, а завтра эту идею уже воплощают в жизнь. Творческий процесс сложный. Идет поиск, идет сомнение. Кажется, сделал вроде хорошо, хочется найти еще новое решение. Архитектура – это не профессия, а это состояние. То есть надо быть в состоянии души, чтобы реализовать это. Не смотреть на коммерческую сторону проекта, а смотреть в сторону самореализации. То есть в архитектуре это не только ты строишь храм, но ты строишь самого себя. Храмовая архитектура Юрия Харитонова уникальна тем, что ему удается в каноны вписать творчество. По словам куратора выставки Инги Чибиковой, внутри каждого его объекта особая атмосфера. Когда ты смотришь, ты понимаешь, что тебя завораживает что-то, тебя что-то трогает. Ты поначалу даже не можешь определить это, но совокупность этих умело вписанных символов, так скрытно и органично вплетенных в образ, вот это не дает, ну как бы так, спокойно, без восторга воспринимать. Экспозиция работ Юрия Харитонова впервые выставляется в Самарском художественном музее. Без Юрия Ивановича невозможно представить себе облик этого города, но мы говорили о том, что он не только архитектор, это прекрасный художник и живописец. Эта выставка представлена в двух залах нашего музея, и в зале коллекционера вы можете увидеть тончайшие акварели, зарисовки, которые... Юрий Иванович всегда рядом блокнот, где бы он ни путешествовал, насколько бы он ни был занят. Выставка Юрия Харитонова приурочена к его 75-летию. Прикоснуться к творчеству известного земляка можно до 10 декабря. Галина Топелина, Григорий Плешаков, События. Яркие костюмы, танцы и зажигательная музыка. В Самаре в Доме культуры «Заря» прошел межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023». В этом году он посвящен участникам специальной военной операции и героям-землякам. Ксения Баканова побывала на празднике и готова рассказать подробности. Пришел гость, значит в дом пришел праздник. Так считают представители башкирского народа. Ни одно пышное застолье у них не обходится без бешбармака. С тюркских языков название блюда переводится как «пять пальцев». И не случайно, ведь по традиции угощение принято есть руками. Приготовление бешбармака – это целый ритуал, рассказывает Фарида Харасова. Мужчины готовят мясо, а женщины – лапшу. На большие мероприятия у нас собирается очень много людей, вот по 30-50 лапши катаем шариком. Варится все в казане, мясо берется, потом идет у нас как шурпа, жир с луком заливается и подается каждому. В Самаре в Доме культуры «Заря» прошел межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023». На сцене 12 творческих коллективов региона показывали свои способности, пели песни, играли на музыкальных инструментах и танцевали. Фестивальные мероприятия – это всегда возможность для коллективов и исполнителей поднять собственный творческий уровень, пообщаться с коллегами. Ведь основная задача фестиваля – это сохранение языка, культуры, традиций народов, которые проживают в нашем городе. Также работала выставка народных достижений. Свои предметы быта, культуры, одежду и сувениры продемонстрировали татары, таджики, казахи, дагестанцы и азербайджанцы. А некоторые – к примеру, казахи, и особенности своего жилища. Это жилище кочевников, которое появилось еще в первом тысячелетии. Юрта – это наша гордость, наше достояние. Она символизирует благополучие в доме, достаток в доме. Задача таких праздников – продемонстрировать богатство культуры разных народов, которые должны ценить и уважать друг друга, и жить в мире. На выставку люди пришли, наиболее взрослые поколения пришли, которые помогут посмотреть на таланты детей, таланты взрослых. Поэтому я очень рада, что сегодня проходит это мероприятие. Я хочу, чтобы участие в такие фестивали «Дружба народов», чтобы каждый народ друг друга видели, какой народ, какая одежда носит, на каком языке разговаривать. Это очень интересно. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Самарской области, Администрации города и Дома дружбы народов. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Новые знания, опыт и заряд положительных эмоций. Самарская область встретила делегации 16 регионов Приволжского федерального округа на слете Орлята России. Педагоги провели в Самаре три дня. Для них подготовили мастер-классы, кванториум, квест по разным станциям. С подробностями Светлана Кудрявцева. Сформировать командный дух и поделиться опытом работы. 100 педагогов начального образования из разных городов Приволжского федерального округа приехали в Самару на форум Орлята России. Федеральный проект по развитию патриотического воспитания и социализации младших школьников реализуется в стране с 2021 года. Программа Орлята России – это программа социальной активности, где на протяжении с 1 по 4 класс формируются коллективы, детские коллективы, когда дети понимают, что мы единое целое и друг за другом. Это самое важное. Как организовать работу с детьми в рамках программы Орлята России в игровой форме рассказали приехавшим педагогам в 68-й школе Самары. 100 человек разделили на 10 команд, каждая из которых прошла станции, соответствующие направлениям работы Орлят России. Орленок-эрудит, Орленок-спортсмен, Орленок-доброволец, Орленок-лидер, Орленок-эколог, Орленок-хранитель истории страны и семьи. Мне понравился очень трек «Лидер». Интересные такие замотивированные упражнения, игры очень, на сплочение команды, на выявление лидерских качеств. Здорово. На каждом треке педагоги выполняли творческие задания, общались и даже пробовали сдавать нормы ГТО. На станции Орленок-хранитель истории участники программы вырезали домики, на которых нарисовали что-то важное для своей семьи. Затем все дома объединили на общей карте России. Практические нам работы все нам показали. Емко, быстро, красиво. Нам очень все понравилось. Мы прям под впечатлением. Именно практическая часть была очень хорошая. Ну а по поводу школы хочу сказать. От начала крыльца и до завершения работы. Это просто отличная работа. Очень сплоченный коллектив. Завершилась встреча исполнением песни, которая объединяет Орлят России. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Субтитры предоставил DimaTorzok Ваш голос будет принят, если название кнопки изменится на «Переголосовать». Проголосовать можно в пунктах голосования по адресам улица Краснодонская, 32А, проспект Кирова, 72, улица Зоя Космотемьянской, 17А. Субтитры предоставил DimaTorzok Администрация железнодорожного района Самары предупреждает жителей о мошенничестве с пушкинской картой. Будьте бдительны, не позволяйте вас обмануть. В карточках описаны правила безопасного использования карты. Если вам предлагают купить или обналичить пушкинскую карту, это мошенники. Суть преступной схемы – безвозвратно списать деньги за вашей карты. Никому не сообщайте персональные данные. Если с вашей карты незаконно списали деньги, заблакируйте ее. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»